Народ, всем привет. Фу, у нас такие красные от жары и лица уже так по Кракову погуляли. Что красный? Солидно, мне кажется, такая красная такая. О, фу, сели в плантах. Хорошо, что есть планты, это так хорошо. Наверное, вам удивительно, что мы каждый раз, так как мы говорим, что тут зелено, это классно дышать, но поверьте, после песка в носу в Эмиратах. Конечно, говорят, что Элянь самый зеленый город, да, но, как говорит одна моя знакомая, они просто не видели зеленых городов, и здесь такой кайф после песка и жары в Польше. Сейчас в Ракове 22, где-то 24, но на солнце уже где-то 30. Мы так уже немножко обгорели даже, у меня уже, фу, по-моему, волосы мокрые. Просто посмотрите на эти планты, эти вот цветочки, георгины, да, Наташа? По-моему, да, георгинки такие, вообще классные. Просто этот парк опоясывает весь центр города, просто вышел из центра, сел, посидел. Вот там вот дорога на вокзал, там два наших первых отеля, в которых мы были. Ну, классно, всегда гуляли в плантах, когда были в Кракове, год назад первый раз мы там были. И в этом году снова, снова добираемся через Краков домой в Киев. Уже билеты взяли, уже вам рассказали все. То есть завтра-завтра поздно вечером мы должны сесть на поезд в Киев, на электричку Интерсити. Люкс мы больше не берем, в прошлом году мы вам люкс показали, да, такой люкс просто. Не такой уж он и люкс. Супер просто, там какой-то, не знаю, как кабинка от лифта. Ты давай, чего, и давно не улазили. Кстати. Пересмотрите видео, это реально прикол. Кстати, что хочу сказать, я рассказывала про кровать, действительно, что она узкая, вот это на двоих такую кровать. Наша кровать, которая в этом отеле сейчас. В отеле. В отеле. Слушай, замечательно, не поссорились вообще друг друга и не коснулись такой. Ну, мы вообще-то легли, как легли, так и легли. Вот, поэтому удобная кровать, все шикарно было. А в том люксе было, ну, реально, я лежу, у меня половина вот, вот, у меня рука свисает. В этом два чемодана они влезли, они стояли. Ну, что за люкс такой, такие деньги, тем более. Еще и день, еще и, ну, конечно, и повысится. Про Интерсити расскажем, надеюсь, все будет нормально, все-таки не Визаэр. Нет. Надеюсь, сядем и приедем все нормально. Слушай, я вот так подумала, долго ехать, да, сидя? А в самолете мы сколько летели? Ну, тут будет больше. Ну, 6 часов где-то, 6 часов, ну, по-моему, 5.50. А тут будет побольше. Ну, больше будет, ну, и что, сядем и снем. Так что, я пью? Да, сейчас, что же мы приобрели в прошлый раз-то? Мы вам показывали, когда покупали водичку, мы приобрели такую симпатичную водичку. Стоило 8, это 2 доллара сейчас. Как это акция была? Любелска. Это вот не будем произносить. Сейчас Наташа пошутила, произнесла, и видео чуть не заблокировали. Я извиня, жопа есть, а произносить не знаю? Ну, да, жопа есть, а слово нет. Так, давай, Наташ. В прошлый раз мы кофейную или какую-то другую, малиновую пили, а сейчас? Ну, судя по этому, тебя пока не вставляет. Лучше ее покурить. Я чувствую мяту, и какое-то, знаешь, оно... Ну, есть этот вкус, есть этот вкус такой травянистый, да. Ну, я бы, я думала сразу лимон, типа вот такой, тут же лимонный мято. Ты его думаешь-то кисленькое, типа маргариты с солькой, да? Да-да-да-да-да, кисленького нет, хотелось бы кисленького. Но оно не кислое? Нет, не кислое. А что оно такое? Травянистый напиток? Ну, сладкий, горький. Ну, не сладкий, в том-то и дело. Вам такое впечатление, как водка? Нет, я сейчас чувствую. Я чувствую сейчас запах вот этого вот растения. Капец, я чувствую в метре от тебя. Жаль, разочарование. Ну, подожди, давай мы тебя через час снимем, посмотрим, как ты будешь. Я хотела лимонад, надо будет лимонад. Ну, вот, не, оно вкусненько, но под это, я ожидала, что будет лимоннее. Ну, написали же с лимоном и мятой. Мята чувствуется, вот это вот хорошо чувствуется. Да, хорошо чувствуется, да, хорошо чувствуется. А лимонку не чувствуется? Лимонка. Я же правильно поняла? Кто знает польский, это лимон? Это не лимон, а лимона нет. Ну, наслаждаемся просто хорошей погодой и таким классным воздухом. Наташа ждут, такая ждет лимон. Наташа ждет, а мы ждем приход. Ждет, пока кто-то придет. Мы что-то там? Ох, находимся в том же самом месте, что я год назад. А это она называется? Вкусненькая такая, не помню, на о как-то называется. А компот здесь вообще прелесть. Компот прелесть. Наташа уже второй заказала. Я сразу стоить и выпила. Сейчас скажу, компот стоит всего лишь три злотых. А что мы здесь заказали? Два журека. Потом что-то мясная из колок какой-то, я не знаю вообще. Да, мясная из колок очень вкусная со свининкой. И, конечно же, вареники. Так что? Да, будем вам показывать. Очень много людей сидит на улицу, но там как-то то жарковато, то ветер дует, непонятно что-то. Поэтому сейчас наслаждаемся своим ягодным компотом. Ягодно-яблочным. Здорово. И ждем. А по-моему, укосим. Вон, смотри, Наташа. Вот. Вот это пиво. Нет, это пиво. А, тогда я не знаю, как называется. Не, мы выйдем туда пиццем. Прямо на заботу. А вот, смотри, ягинка. Ягинка. Что-то ягодка. Наверное, наверное, ягодка. Ну, классно. И как раз, кстати, напротив грейма. Наташа, пожалуйста. Покажи. Напротив памятник. Памятник, где вас ориентир, вы сразу по пашечку найдете. Слушай, интересно. А, вот он, вот он, вот он. Конь. Вот он конь, и он человек. Да. Да, классный. В меру. Скажи. В меру кисленький, в меру сладенький. Тоже гарный. Супер. Ждем основные груды. Так красиво смотришься на фоне шторы. Спасибо. На зеленой. А смотрю, как были лаванды, или это есть лаванды. Вообще красота. Вязаные салфеточки. Да ты шо. И чистенько, и обслуживание очень приятное. И быстро. Что немаловажно. Еден. Дякую. О, наш супчик принесли. Журик. Дякую ему. Такой вкусный польский суп. Готовится на закваске с яйцом, картошкой. Вкусно, похоже. Вообще. Очень рекомендуем. Ну, я так думаю на закваске. Был кисленький. А, ну, Наташ, давай. Наташ, уникался. Ого, картошка. Тут такая, велика порции картофли, завжды. А, и все время она не порезанная такая, да? Да, он такая большими порциями. Ну, вкусно. Молодокоток. Ну, классно. Я думаю, это очень вкусно. Пахнет очень вкусно. Прекрасно. Мы несколько журиков в прошлый раз ели, и там был такой совсем, как салакишки пополоскать, да? Да, какой-то был вообще совсем. А, ну, он так и есть. Он как бы вот просто это... А ну, поболтай там, что еще? Жидкость. Вот это жидкость, да? Она немного кисловатенькая. Доминирует кислота, да? Хотим колбаска, да? Хотим картофли. Яйца. И зелень. И зелень. Петрушка. Шишит ряб. Шикарный. Очень вкусный. Очень вкусный. Ну, вкусный реально. Здесь вкусный. Здесь вкусный. Девочка так быстро принесла, что я не успела просто... Она так быстро бегает, это профессионать не успела. Кстати, журик стоит одна порция 9,50. А вот эта вот порция со свининкой, с картошкой и что это? Салат какой-то? А, капуста. Капуста, боже мой. Салат капуста? Капуста 29 стоит. Что-то еще было. Еще вареники. Нет, нет, ну там за 39 было что-то филе свиное, потом курка, потом что-то как-то... А мы не поняли, что это, короче, решили взять, что вы... Решили взять вот это вот и поделиться. И поделиться. Боже, народ, что на улице происходит? Просто... Сегодня как раз и объявляли, что будет ветер и дождь. Дождь, вот это ветер, я что смещаю такой, что... Ой-ой-ой, просто люди... Дождь, как они идут, идут назад в помещение к нам. Ооо, красиво. Так уж и солнце же. Ну вот такая погода сегодня. Ну, народ просто... Все убегают, забегают сюда. Вообще, капец, чувствую сейчас, как рванет. Сок доели, бесподобно, как-то уже и наелись. Но еще все-таки... Будем вкусную двернушку. Картошку не знаю, осилим ли мы. Сыны. Да, осилим. Я поняла. И немножечко вот капуста напомню, что в прошлом году так мне она не очень взошла. Что, мне нравится? Ну, возьму совсем чуть-чуть. И мне будет нормально. А ну, Наташ, как? Прикольно, кстати. Классная. Сукрубка. А попробуй свининку еще. Ну что, это будет? Да, конечно. Ты ешь до этого, а я уже... Мне уже в тарелочку отложили. Славненько. А, ты хочешь это попробовать? Я хотела это сделаю. Вытереть. Что вот так пробовать? Мясо. Сало-як-сало? Нет, мясо здесь мясо. Мясо-мясо. Мясо-мясо-мясо-мясо-мясо-мясо. Мягенько, вкусно. Мягенько, вкусно. Панировка не зажарена. Не пережарена. Прикольно. Рекомендуем. Мне нравится. Принесли уже наши варенички. С луком мы заказываем. Надеюсь, там из картошки еще не только с луком. По-моему, они сыр. Ну, может. Ну, в общем, сначала разберемся. Очень вкусное, просто великолепное. Даже мне уже капусту нравится. Сегодня капуста удалась. Свининка и приступим к вареникам. Ну, вот такая польская еда очень вкусная. Очень нравится. Ну, что, народ. Прежде всего, с двумя вступами и этой пигнушкой мы объелись. Просто объелись. Вот еще нам эти пироги принесли. Вареники называются пироги. Совместа с чем они вообще? Сейчас посмотрим. Это может картошка, нет? Что это такое? С сыром, сыром, сыром. Заказали пироги. Ну, пироги, да, давайте. Смочнее? Угу. Ой, так красиво. Слушай, пироги, значит, это пироги, говорю. Вареники такого, ну, красивого цвета. Потом компот и лаванда. Так красиво. Сочетание цветов. А я прошу Ольгу Николаевну говорить громче, потому что тебя не слышат. Я слышу, но я молюсь. Ты хочешь, чтобы я попробовала, сказала, что это? У меня еще на языке такое, как будто, что-то острое. Наташа. Ну, это лук. А мне кажется, сыр с картошкой. Как сыр с картошкой. Да, и картошка, она как с перчиком. Ну да. У меня на языке все-то острое. Вообще, послушайте, здесь действительно, смейте сыр. Сейчас. Перемешки с картошкой. Ну, это такой первый раз вообще, ну, прикольно, слушайте. Сыр с картошкой. Смачное там, где-то злая. Ай, геть. Я все время ею. Классно, народ, смейте. Эта вот порция стоит 18. Ого, 18 прилично, да? Ну, там 9 штук, да? Нет, порция большая. 6, 7, 8, 9, 10. 10? Ого. Целый капорт. Классный вкус. Классный, прекрасный вкус. Классный кафе. Вот. Называется вот ягенком. Туэй-фай есть, туалет есть. Рекомендую. Вот. Вот. Вот.